В подведомственном Росельхознадзору научном институте в Федеральном центре охраны здоровья животных открыт новый лабораторно-виварный корпус. Корпус включает две лаборатории по африканской чуме свиней и по болезням птиц. В церемонии открытия принял участие губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. С торжественной речью к сотрудникам лаборатории обратился руководитель центра. Вы сможете здесь работать на должном уровне, высоком научном международном. Я вам желаю успехов огромных и сам постараюсь обеспечить вашу работу максимально качественно. Запуск работы нового корпуса стал важным событием не только в истории уникального научного центра, но и для всей ветеринарной вирусологии страны. Расположенная в корпусе референтная лаборатория по африканской чуме свиней не имеет аналогов в России и построена по образцу лаборатории Всемирной организации здравоохранения животных в Мадриде. Проектироваться он начал в 2013 году. Такая необходимость возникла с появлением африканской чумы свиней в первую очередь. И сейчас мы имеем современные здания, спроектированные, построенные по последнему слову техники, по самым высоким требованиям биологической безопасности. Сегодня лаборатория оснащена самым современным оборудованием для максимально оперативной диагностики африканской чумы свиней, заболевания, погубившего миллионы животных и ставшего настоящей угрозой свиноводству планеты. Как для рутинной диагностики на обнаружение антител, так и для определенного этапа при разработке вакцинных препаратов. Потому что нам надо чистить белки вируса АЧС, изучать их свойства, прежде чем создать вот этот препарат. У нас тут запущен хроматограф, как и новая такая система, которая быстро и качественно позволяет это делать. Оборудование нового корпуса позволяет не только ускорить диагностику проб биологического материала, поступающего в центр из регионов России. На базе референтной лаборатории создана площадка для диагностических и экспериментальных научных работ международного уровня. Введение в эксплуатацию этой лаборатории позволит гораздо расширить тот комплекс исследований, который сегодня мы проводим в стенах в НИЗЖ по диагностике африканской чумы свиньи на территории России. Но и также будет возможность проведения исследований для стран СНГ по подтверждению диагноза африканской чумы свиньей. Ну и, конечно, по проведению научно-исследовательских работ по усовершенствованию средств диагностики и изучению подходов к разработке средств специфической профилактики. Губернатор Владимирской области, посетивший в НИЗЖ с рабочим визитом в день открытия нового корпуса, рассказал о стратегических планах по развитию ветеринарной отрасли в регионе и сотрудничеству с научным институтом Росельхознадзора. Мы здесь, как администрация Владимирской области, активно поддерживаем развитие вот этих направлений, связанных с фармацевтикой, с производством ветеринарных препаратов. Значит, у нас в планах открытие фармацевтического кластера на территории Владимирской области как центра производства, диагностики, изучения болезней в этой сфере. Вирусы могут неожиданно повлиять на жизнь всей планеты. Поэтому работа сотрудников в НИЗЖ так важна. Расположенный во Владимире институт выполняет важнейшие для всей страны задачи. В центре имеются современные профильные лаборатории, современное производство биопрепаратов, современный центр по изучению рисков заноса заболеваний, так называемый информационно-аналитический центр. Все это вместе не присутствует ни в одном научном учреждении нашей страны. Поэтому я считаю, что наш центр действительно уникален. В институте работают больше 900 сотрудников, и некоторые из них будут трудиться в новом лабораторном корпусе. Теперь у них появилась возможность воплотить в жизнь еще больше новых идей и амбиций. И работать на благо человечества. Редактор субтитров А.Семкин